Много квадратных метров понадобилось изюменкам для того, чтобы провести необычный девичник. Зато удовольствия от мероприятия было предостаточно. Девушки обновили гардероб, не потратив ни копейки. Именно так проходит дресс-кроссинг. Идея проста. Отдаете ненужную вещь, получив взамен более интересную и нужную. Все подробности у Дарины Иранцевой. На первый взгляд это напоминает скромный магазин одежды. Только вот наряды здесь не покупают. Ими меняются. Называется это дресс-кроссинг. Этакий вид спорта для тех, кому нечего надеть. Условия забега простые. Не носишь вещь, а дай другому. Мы тоже решили поучаствовать в дресс-кроссинге и принесли с собой вот такую юбку. Здравствуйте, Эля. Эля, организатор. Эля, что надо сделать, чтобы стать участником? У меня есть юбка. А у меня есть купон. То есть вот за одну юбку вам выдается вот такой купончик. С этим купоном вы можете выбрать себе что-то подходящее. На вещах нет ценников. Вместо денег – купоны. Поэтому на шоппинг можно приходить без кошелька. Но с ненужными вещами главное, чтобы выглядели они как новые. То есть, например, у девушек остались какие-то вещи. Бывает такое, что много девушек покупают вещи, и потом один раз одели, и больше никуда вроде не одеть. Или, например, вещи стали малы, и они в хорошем состоянии, или там, ликвидно. У нас есть один купон. Это значит, мы можем выбрать какую-то одну вещь. Давайте посмотрим, что можно найти на вешалках. Это платье, кофты, рубашки. Я вижу жилетку. Есть какая-то вот такая кофта в этническом стиле. И даже спортивный топ. Поговаривают, иногда на вешалках можно найти купальник, свадебное платье и даже шубу. Но некоторые в прямом смысле так и уходят с пустыми руками. Я ничего не успела, к сожалению, выбрать, потому что здесь самое главное – это скорость. Все девочки были уже настроены. Я как первый раз здесь. Но в следующий раз я буду знать, что это самая главная схватка. Инне тоже пришлось побегать за хорошими вещами. Зато она умудрилась полностью обновить гардероб. Выбрала очень много сегодня рубашек, выбрала тунику. А выбрала сегодня необычную совсем вещь, кстати. Что-то типа одеяло. Одеяло, я даже не знаю, что это такое. Типа шарф-одеяло. Дресс-кроссинг уже подходит к концу. Мероприятие длится уже больше часа. Мы выбрали вот такое платье. А нашу юбку, кстати, тоже взяли. А вот, кстати, и новая хозяйка старой юбки. На дочь у меня попалась такая очень красивая юбка. Размер прям четко, один в один, вот как нужно. Я не думала, конечно, что подойдет что-то прям настолько аккуратно. Прям просто идеально. Я рада. Вещи, которые так и остались лежать на полках, тоже обретут своих владельцев. Одежду раздадут тем, кому буквально нечего надеть. На этой неделе платья, кофты и блузки увезут в благотворительные центры. В группе тележурнал «Точнее» мы провели опрос. Попросили наших зрителей рассказать, как они избавляются от ненужной одежды. Результаты оказались весьма неожиданными. Оказывается, дресс-кроссинг в Тюмени пока не слишком популярен. За этот вариант не проголосовал ни один человек. Большинство участников группы, а именно практически две трети опрошенных, безвозмездно раздают свои вещи и ничего не просят взамен. 18% просто отправляют в мусорку надоевшие джинсы, кофты и кроссовки. 10% опрошенных не спешат расставаться со своими нарядами, а предпочитают хранить, вдруг еще пригодится. Оставшиеся респонденты признались, что у них нет лишних и ненужных вещей.